привет это сезонное обострение подкаст кинопоиска российских сериалах меня зовут валерия давыдова калашник я журналистка и исследовательницы кино а я артем ремезов я все еще не журналист и автор телеграм-канал ремизор сезонное обострение это подкаст в котором мы обсуждаем самые заметные интересные значимые российские сериалы и в основном конечно обсуждаем новинки но в некоторых выпусках мы обращаемся и признанной классики российских сериалов в этом выпуске мы обсудим сериал она такая классная платформа кион это приключенческий сериал road movie позволите где четверо молодых парней отправляются из екатеринбурга в санкт-петербург и москву на стареньком таком разрисованном volkswagen и обсуждать мы его будем кстати со всеми спойлерами так что вы лучше сначала посмотрите сериал а потом слушайте наш выпуск хотя честно говоря спойлеры здесь будут незначительные сериал приятно смотреть даже зная какие-то основные сюжетные повороты нас кстати недавно тут отчитывали слушатели что мы как-то слишком пламенно хвалили сериал кинопоиска недавно обсужденный поэтому в этом выпуске мы будем хвалить сериал другой платформы шучу на самом деле сериал она такая классная вышедший на киона будем хвалить по делу и так почему сегодня история она такая немного необычная по примере для меня у меня есть огромная проблема с контентом который так или иначе попадает под фразу слеза выжималка мне кажется это такая запрещенная история очень сложная в восприятии холодным и хладнокровным то есть очень сложно всегда отключиться от такого чего-то сентиментального и воспринимать это как-то адекватно наверное поэтому я очень не люблю фильм хатика мне кажется он просто паразитирует на чувствах людей и с художественной точки зрения он ничего не дает собственно сериала она такая классная после того как я вместе с тобой посмотрел на пилоте первую серию моя первая мысль была что впереди нас ждет слеза выжималка которая будет крутиться вокруг персонажа лени что контент будет исключительно паразитировать на чувствах людей и больше ничего с художественной точки зрения не давать я очень сильно ошибся потому что отсмотрев сериал который вот только-только закончился недавно я понял что вся сентиментальность здесь она обоснованная уместная она не появляется ниоткуда знаешь вот есть такие фильмы где вот какое-то очень трогательное событие но появляется ниоткуда но просто появляется ты не аккуратно к нему подходишь по ходу сюжета тебе просто его вручают и говорят вот смотри человека обидели очень сильно унизили нужно этому сейчас немного просожалеть здесь же абсолютно все моменты трогательные немного слезливые они очень уместны и коррелирует с реальной жизнью главных героев то есть все эти моменты они выходят из дворов и подъездов из соседских квартир из разрисованных как ты говоришь фургонов они были и есть в этом сериале и просто в какой-то момент нас аккуратно к ним подводят это одно из самых главных позитивных и неожиданных впечатлений которые я получил когда пару дней назад досмотрел сериал вот с этого я выпал я предлагаю тогда чуть более точечно пройтись по сериалу давай все-таки напомним чуть-чуть сюжет вообще сериале она такая классная мы коротко рассказывали в эпизоде которые записали по возвращении с фестиваля российских сериалов пилот но сейчас остановимся подробнее на каждом герое который вот проделывает этот путь на фургончике и так герои артем его играет денис притков едет на концерт любимой группы в москву второй парень лёня лев зулькарнаев это его сосед с аутизмом с этим мальчиком лёней ну как мальчиком 18 лет как бы пубертат уже там бьет фонтаном с лёней артема попросила побыть мама лёни но обстоятельства сложились так что ли они срочно нужно в санкт-петербург квэбкам модели алексе люкс в которой он горячо просто влюбился двое других пассажиров этого бусика счастья друзья артема рома евгений горов его играет и я даже не знаю почему-то все называют его батя хотя никакой отцовской фигуры в этом герой я не вижу валерий степанов его играет первоначальная цель этих парней это пермь они бегут потому что уверены что в драке с отцом ромы которого играет павел майков они этого отца успешно прикончили и в перми у них там живет какой-то бывший учитель которого играет костя плотников совершенно безумная роль и этот учитель может сделать им новые паспорта потому что внимание у него есть специальный такой автомат для печатания паспортов такие нас встречают герои и вот они отправляются собственно вот в это путешествие по жизни ребята абсолютно простые абсолютно вот такие пацаны с моего двора я как человек абсолютно дворовый получивший все свои знания на окраине москвы выхина навсегда я вижу в них что это вот но реально мои кореша и вот эти кореша вчетвером собираются и отправляются в это путешествие но наверное для них даже и не выглядит как путешествие выглядит как попытка избежать от того что они имеют своей какой-то повседневной жизни они не переоценивают эту поездку не думают про нее как чем-то невероятным но может быть только артем и лёня потому что у них есть какие-то ярко выраженные цели это любимая группа и вебкам модель я думаю что парни просто как бы если мы говорим о тех которые убегали вот об этих двоих изначально для них это не было каким-то невероятным путешествием потому что они были в ужасе они были в панике они сбегали своего родного города и они просто неслись не в путешествие а от той точки где находиться этого ужаса не было видно мне кажется поначалу была какая-то паника но потом уже с течением времени это все-таки немножко уже превратилось путешествие но пилотная серия она только показала ужас потому что это вот драка в подворотне когда они ему нащелкали в этом дворе и убежали и вот эти ребята со двора с моего здесь есть такая, знаете, поразительная вещь. Их не воспринимаешь никого из четвёрки как, ну, каких-то больших актёров. Я сейчас объяснюсь. Я ни в коем случае не говорю ничего плохого. Просто из-за того, что они по ходу этого путешествия используют слова, которые я использую в обычной жизни, я одурел, когда услышал слово «агрица». Мне тоже. Ужасное слово. Что оно вообще значит? Злиться. А почему не сказать «злиться»? Потому что в игре «Дота» говорят «агрица». И, собственно, они используют слова «агрица». Они всегда готовы влезть в драку и просто нахлестать любому. Неважно, это дальнобойщики, экскурсия офигевших наглых детишек, у которых ни сердца, ни чувств, ничего нет. Они могут поспать на полу вчетвером в одной комнате у незнакомой женщины, жёстко пошутить, но при этом знать грань этой шутки и не переходить в неё. Вот эта вот грань, она, кстати, у них, как мне кажется, изначально была у всех заложена, и поэтому она постоянно всплывает. И вот эти вот все свойские штуки поражают из-за того, что ты как будто бы не смотришь. Вот ты говоришь, что это роуд-муви. Вот говорю не я, это говорят создатели сериала. Роуд-муви, жанрово, это понятное дело, что оно относится к этому, но на протяжении всех семи серий ты не наблюдаешь как будто за путешествием, а слушаешь рассказ. Как будто пацаны вернулись из поездочки и такие, господи, я вам сейчас такое расскажу. И они начинают рассказывать, и у тебя от этого рассказа возникает только одно слово. Это просто ***. И по-другому не скажешь. И всё. Ты в шоке. И для тебя это уже не жанровое произведение. Это просто рассказ из первых уст. И мне кажется вот этот вот эффект, когда ты отключаешься от того, что ты смотришь сериал или фильм и полностью подключаешься к истории, во многом это производное вот этого свойского восприятия этих ребят. И здесь хочется сказать кастинг-директору, который собирал всю четвёрку, в каком районе Питера, Яката, Москвы, Перми, чего угодно, вы нашли этих ребят. Потому что они не вышли из студии киношной. Они вышли просто из жизни. Им объяснили, что надо сделать. Они поняли, что, господи, так это наша жизнь. Сейчас, пожалуйста, я это всё изображу. И они начали это отыгрывать. Для меня это просто шок какой-то. Ну, возвращаясь немножко к жанру, я напомню, что жанр — это всё-таки достаточно пластичная структура. Я вообще ненавижу, когда жанр очень строго ограничивают какой-то формулировкой, потому что сегодня уже чистых жанров не существует. Все они так или иначе немножко связаны, замиксованы с другими жанрами. И, допустим, если мы говорим о сериале «Она такая классная», тут я бы, наверное, охарактеризовала жанр красивым термином, который часто применим к фильмам советского периода — это лирическая комедия. Здесь значимые темы раскрываются очень тонко, и они при этом перемежаются с таким ситуативным юмором, очень, мне кажется, уважительным и нежным. И, как и в любом роуд-муви, путешествие — это же не только сюжетный троп, но и способ рассказать другие истории о людях, с которыми наши герои вообще в обычной жизни никогда бы не столкнулись. И наши герои вот в этом путешествии своём буквально исследуют мир, они встречают каких-то совершенно поразительных людей с порой безумными историями. И чем страннее эти истории, тем реалистичнее они кажутся. И в этом ведь парадокс, потому что жизнь фантастичнее всякого вымысла. Она бывает иногда абсолютно безумной. И в этом вот паноптикуме абсолютно странных персонажей есть и обеспеченные американцы в глубинке, и какой-то безумный мужик-охотник в деревянном доме, набитом чучелами животных и оружием. Там и школьный учитель, вот, который хочется вообще простого счастья, миксер, да, в отпуск поехать. И семья среди всех этих героев, из матери больной раком, и сына аутиста, чьё будущее вообще неизвестно, ведь мать скоро умрёт, и за сыном будет некому следить. Тут и вебкамщица, и порноактриса, которая находится в контрактном рабстве и мечтает из него выбраться. В общем, из окна этого фургончика наши ребята видят мир, видят жизнь, они её познают. И Лёня никогда бы не смог эту жизнь узнать, находясь в уютном комфорте квартирки со своей мамой, которая безропотно режет ему помидорки на четыре части вдоль попки. Так, помидорки на четыре части. Вдоль попки. Окей, я останусь с тобой на одной волне и буду придерживаться жанровых принадлежностей лирической комедии и роуд-муви, но я понимаю отлично, что это роуд-муви, наверное, в первую очередь из-за того, что вот когда у тебя герой отправляется из точки А в точку Б, он не просто проходит какой-то маршрут, но и проживает совершенно другие вещи и другие жизни, чтобы чуть измениться, или что-то узнать новое, или стать лучше, или стать хуже. И вот эта вот история с измениться здесь, она интересная, потому что ты не понимаешь, как дальше развернётся сюжет, и как будут разворачиваться взаимоотношения четырёх ребят. Очевидно, что какого-то супероткровения мы вряд ли встретим, и по ходу сезона мы точно будем наблюдать, как ребята будут чуть больше проникаться Лёне, его особенностями, тем, что он не такой, как все, тем, что он отличается от людей, это всё понятно. Но то, как это будет разворачиваться, и с помощью какого инструментария нам будут это показывать, это реально интересно, потому что это можно делать или с помощью каких-то банальных сцен, когда у тебя появляется ситуация, в ней там условно завязывается конфликт, потом происходит катарсис, и на фоне этого катарсиса приходит осознание чего-то. И интересно, с помощью какого инструментария всё это будет показываться. И мне было очень боязно, что всё скатится вот в эту банальщину, где в каждой новой серии у тебя появляется новая ситуация, эта ситуация как-то решается, и вот она даёт что-то новенькое. Слава Богу, вот такого нету. Все вот эти темы отцов и детей, поиска себя в мире, первой любви, они прорываются, как я до этого уже говорил, через реальную жизнь. Убрав из кадра смазливых ребят и оставив живых, колоритных пацанов, градус эмпатии автоматически был выкручен на максимум. И, возможно, это немного не коррелирует с тем, что я сейчас говорю. И как будто бы, выкручивая вот эту эмпатичность, мы сразу забываем про то, как выглядят инструменты и какие они, с помощью чего нам рассказывают историю. Но здесь как будто бы вот эта эмпатия и приземлённость, она и является инструментом. Что как будто бы создатели решили сделать всё очень понятно для зрителя, массового. И этого инструментария ему достаточно для того, чтобы осознать и понять контекст. Если что, сценарий к сериалу, писал дебютант. И как мне кажется, вот эта вот приземлённость, это итог того, что у нас начинающий автор, который, ну, видел Жижи, он же её живёт, он же видит, как она и что она, и как она протекает. И как будто бы он не успел испортиться большим количеством сценариев и написал этот, держа в голове свою жизнь, что помогло нам полностью вовлечься в происходящее. Это ещё одна поразительная вещь, ещё один огромный плюс в контексте сериала, который меня лично увлекает и просто поражает очень сильно. Я думаю, что нам стоит перейти к разбору главных героев. Ты начал говорить о том, что они все очень жизненные, живые, и ты буквально видел их прототипы, так скажем, в своей повседневности. Ну, надо сказать, что в историю мы вообще входим сначала через Артёма, такого раздолбая, немножко безответственного, безалаберного парнишку, который, конечно же, совсем не такой. Его таким видят окружающие, которые смотрят на него просто сквозь призму собственных требований к нему. Это вот эта его мерзкая девчонка. С тобой невозможно жить. Планы какие-то строить. Тебе 27 лет. Ты никогда ни о ком не заботился. Ответственности по жизни у неё с ноль. Честно говоря, я вообще иногда не понимаю каких-то претензий, которые предъявляются людям на основании того, что они там безалаберные, ещё нет детей, там ещё не женились. Потому что, ребят, это у вас выстроилась в голове какая-то своя система координат. Как вы считаете, должен этот человек вести свою жизнь. И вы начинаете его критиковать за то, что он не оправдывает ваших ожиданий. Вот Артём, я думаю, примерно в этой точке находится, потому что он-то парень неплохой. Он вполне отдаёт себе отчёт в том, что в жизни нужно сделать. Он просто хочет поехать на концерт в Москву, концерт любимой группы. Он никому ничего не должен. Он не несёт ни за кого ответственности. Вот ему как бы доверили Лёню. Я считаю, что он справился гораздо лучше, чем если бы он с ним сидел, резал бы ему эти помидорки и подогревал бы ему котлетки. Я бы сказала, что Артём, он такой лидер группы, вот этой вот отправляющейся в путешествия. Ну, он, во-первых, самый старший, но ещё он такой, мне кажется, самый рассудительный из всей четвёрки. И Денис Притков, кстати, мне кажется, справился с задачей, потому что отчасти играл самого себя, потому что он буквально самый старший из этой четвёрки актёров. И Евгений Егоров, его коллега по площадке, даже подшучивал над ним, что Денис пенсионер. Но на самом деле главный герой это Лёня, а не Артём. Сюжет не только строится вокруг него. Постепенно мы, зрители, смотрим на всю историю, на весь сюжет и на мир его глазами. Чистый такой оптимистичный взгляд этого парня напоминает нам самим, что на это безумие вокруг нас мы когда-то тоже смотрели ещё детьми так же, как Лёня. Просто Лёня сохранил вот этот вот чистый, незапятанный ничем взгляд. И Лев Зулькарнаев, конечно, не зря получил за эту роль приз на фестивале «Пилот». Я думаю, он ещё множество наград получит, и не только за неё. Канны, Оскар, Берлиналия, Несите всё к ногам льва. Он король и бог. Король Лев. Я согласен. Это хорошо, что он центральный персонаж, потому что он тот, кто нужен, чтобы напомнить про простые истины жизни. Что брать чужое нельзя, что нехорошо врать, что чистота посыла и добрые глаза могут быть и могут существовать в любом мире, если человек сам этого хочет, и если в человеке это есть. Мир не только плохой, он добрый, он смешной, и в нём есть мы с вами, и мы можем тоже становиться частью этого доброго и смешного. На Кионе, кстати, после всех серий сериала «Одна такая классная» есть часовой документальный фильм о съёмках. И в нём Лев говорил, что образ Лёни насыщен им самим, как человеком. Он ещё сказал, что самое сложное в этой роли, я подразумеваю, не просто найти внешнюю форму, а найти взгляд изнутри на эту жизнь. Я думаю, это во многом отражает жизненную философию Лёни, такого искреннего, скромного, добродушного человека. И вот Лев, насколько я знаю, при подготовке к роли ездил в фонд «Антон тут рядом», общался с подопечными и говорил, что они его научили невероятной природности. Природность – очень хорошее слово. Потому что они гармонично взаимодействуют с миром. Мы говорили об этом со Львом на пилоте в день, когда показывали, она такая классная. Мы встретили всё около кинотеатра. Полчаса оставалось до сеанса. Он говорит, давай в магазик сбегаем оперативно. Я говорю, ну пойдём. Вот он, собственно, там рассказывал всё это и говорил, что он потратил месяц вроде как на всю эту историю. Он говорит, это всё было непросто, но я понимал, ну, Лев понимал, что я не могу просто взять и включиться в этот образ. Мне нужно его досконально изучить. И он тогда сказал такую вещь, что я это делаю не только для того, чтобы изобразить это на экране, но и для себя, как для человека. Мне очень понравилась эта фраза. Она очень такая приятная. Кто бы что ни говорил, но, наверное, работа Льва – одна из лучших актёрских работ в этом году, если не лучшая пока что. В российских сериалах ты имеешь в виду? Да, в российских сериалах, естественно. Кстати говоря, об образах людей с расстройствами аутического спектра мы расспросили Юлию Сапонову, выпускницу Московской школы кино и основательницу первой инклюзивной кинолаборатории на базе МШК. Мы поговорили с ней, всё это превратили, как мы любим, в мини-интервью. Его мы, собственно, уже по сложившейся традиции, эксклюзивно выложим в нашем телеграм-канале, который называется «Напоминаю. Сезонное обострение». Оно появится там после выхода этого эпизода, поэтому если вы слушаете его сейчас, то, скорее всего, оно уже там. Заходите, послушайте, подпишитесь. Нам кажется, это достаточно важная тема, которую люди просто должны знать. Я уже отмечала, что на фестивале «Пилот» от первой серии, она такая классная, я осталась в полном восторге, но, честно говоря, мне показалось, что последние две серии чуточку испортили впечатление от той истории, за которой я, как зрительница, следила. Возможно, это случилось от того, что пятая серия оставила очень сильные чувства, она переломная, не только для меня, но и для личной истории Лёни, ведь до этого он мира-то вообще не видел и, вероятно, не знал других людей с аутизмом. Он не привык вообще, что и помидоры можно резать не вдоль по попке на четыре части, что кроме макарон и котлет вообще другая еда есть, вредная, но очень вкусная. И что есть люди другие, похожие на него, и они живут иначе. Одна из последних сцен пятой серии, когда герой Олега Румянцева, невероятного просто театрального актёра, аутист Григорий Андреевич сидит один в своей комнате в ПНИ, и этот герой ещё не понимает, где и почему он оказался. Вот у меня в этот момент просто разрывалось сердце. Если подумать, я просто сидела, видела эту сцену и думала о том, сколько ещё таких Григорьев Андреевичей во всей стране, которые из-за жизненных обстоятельств не могут жить в любви и необходимом комфорте. Когда Лёня видит, какое будущее ждёт человека, который лишь на короткое мгновение был его другом, действительно близким ему, в его глазах я увидела страх и замешательство и некоторое опустошение. Возможно, он понял, что в его жизни тоже есть только мама. Неизвестно, что с ним станет, если с мамой что-то, не дай бог, случится. Он как бы потом оглядывается и понимает, что он не один. У него есть вот три этих Аболтуса, ребята, которые стали его друзьями, и среди них Артём, действительно отцовская фигура, его старший брат, который научил его кататься на велике и вообще по-настоящему жить. Но, честно говоря, такой смех, сквозь слёзы, вот этот такой абсолютно удар под дых пятой серии, он, конечно, историю немножко так притормаживает. И оттого дальше, наверное, уже вся история смотрится иначе. Пятая серия, она такая классная, сценарная. Это одна из лучших серий в новейшей истории онлайн-кинотеатров вообще в целом. Наблюдая за тем, куда эта серия идёт, когда ребята встречают маму и сына, есть какое-то чувство, что мы придём к какому-то ужасу эмоциональному. И момент, когда они идут и играют вместе с ним и с Лёней в баскетбол, когда выигрывают эту игру и возвращаются обратно, и мама надевает пиджак сыну, прощается с ним, говорит, езжай. И момент, пока они едут в машину, привозят его, как его эта паршивая медсестра. Когда она его заводит, толкает в эту дверь, закрывает. Когда он садится на эту кровать, вырывает лист из книги и бросает его в корзину, сзади него уезжает машина с ребятами. И я и любой зритель в этот момент ждёт, что машина выйдет за территорию, сделает круг, вернётся обратно, они заберут его и что-то придумают другое. Этого не происходит, потому что в жизни так не бывает, и люди иногда оказываются в таких ситуациях, потому что они становятся заложниками вот этой реальной жизни. Я не знал вообще, куда деться. Я, наверное, никогда не испытывал к персонажу фильма, ну такой прям боли и злости на мир, на людей, на обстоятельства, на то, что кто-то видит очень много в жизни, а кто-то не получает ничего. И, наверное, после этой серии стоило вообще прекратить этот сериал, остановить и всё, чтобы Лёня остался с мыслями, что он не один в своём состоянии таком, чтобы зритель остался с мыслями, что куча людей переживает что-то просто абсолютно кошмарное каждый день, а иногда остаются с этим кошмаром один на один. Вот после этого эпизода, наверное, для меня часть сериала закончился. И потом все диалоги Майкова со своим сыном, возвращение Лёни к маме и всё это. Как будто не имело значения. Да, уже всё, уже просто всё равно. И, наверное, сценарный этот эпизод сильный, к сожалению, потому что Григорий Андреевич остается один в этой палате. Потому что таких людей, которые остались одни, миллионы. И просто нет выбора, и всё. Я с тобой согласна, что сценарий этого сериала большое явление сейчас, мне кажется, в российской индустрии сериалов. Его написал молодой автор Кирилл Дышловой. И на образ Лёни его, кстати, вдохновил парень с аутизмом, которого он увидел в кафе возле ВГИКа. Наблюдал за ним, подумал, что парень очень интересный, и его историю было бы здорово рассказать. И если обратить внимание при просмотре документального фильма о сериале, видно, что Кирилл присутствовал на съёмках, был там активным участником. Мне кажется, такой подход единственно правильным. Потому что история, с которой прожил сценарист, должна в таком же виде, ну, я имею в виду, если она законченная, уже прошёл этап девелопмента, и уже там со специалистами все сцены, как говорят в индустрии, залочены. Ну, то есть, там обсуждены все они правильные и толковые, то эта история должна также жить на экране. То есть, сценарист должен быть частью процесса цельной картинки, итогового произведения. Вот режиссёр сериала Александр Домогаров-младший. Почему-то он убрал имя из титров. Видимо, он недоволен результатом или поссорился с продюсерами. Этого я не знаю наверняка. Но странно то, что он охотно участвовал в фильме о сериале. Значит, проблемы могли возникнуть, возможно, на этапе постпродакшена. Как бы он не относился к результату своей работы, я могу сказать, что работа это хороша. Есть цельное высказывание, есть продуманная визуальная стилистика, которая коррелирует с историей и персонажами. Правда, цветокоррекция там, ну, в единичных прям случаях чуть-чуть сбивалась. Там были моменты, видно было в машине, что выкручен сильно синий цвет. Но я думаю, это связано с тем, что очень многие сцены были сняты на фоне Леды Гранов, в особенности там, где они именно едут. Может быть, это связано с этим. Но в остальном было очень приятно смотреть на кадры. По большому счёту, цельное произведение, итог всей командной работы получился, на мой взгляд, достойный. Это сделано хорошо, это сделано качественно. От идеи сценария до титров и всего остального. И я уверена, что это связано с тем, что людям было что сказать, и они высказались верным образом. Но что же думают об этом рейтинге? Я отойду от стандартной парадигмы того, как рассказываю. Я не буду говорить сегодня про рейтинги и про оценки, про количество оценок. И, кстати, не очень много пока что. Да, но дело не в этом. Я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить сегодня о том, что пишут люди в прекрасной его социальной сети, которая называется Telegram. И этот блог сейчас я посвящу тому, что хочу сказать, уважаемые авторы, коллеги. Мы очень мало пишем про этот сериал. Оценок реально немного, и это плохо. Как по мне, это говорит о том, что очень мало людей смотрят сериал. На Кинопоиске вроде 4000 оценок всего от пользователей. Средний балл 7,7. На Кионе средний балл 8,2. И, ну, естественно, как новый оригинальный большой тайтл, он на главной странице, когда ты заходишь в приложение. Мы не знаем по поводу рейтингов и просмотров. Я надеюсь, ребята из Кион поделятся с нашей редакцией какими-то инсайдами. И, собственно, как мне кажется, очень мало людей в данный момент знают про этот сериал. Очень мало про него говорят. Поэтому я очень радуюсь, когда вижу у Льва в Телеграм-канале интервью со Снобовым, с правилами жизни. Вчера вышло прекрасное интервью с журналом «Сеанс». Ну, я думаю, «Сеанс» не могли вообще пропустить этот сериал, потому что Любовь Аркус как раз занимается фондом «Отран тут рядом». И Любовь Аркус — это, собственно, основательница журнала «Сеанс». Наверное, именно поэтому и разговор. Я читал это интервью, оно получилось отличным. Удивительно, кстати, что и про сам сериал, и про саму тему ключевую сериала точно так же мало говорят. Я вот согласна с креативным продюсером сериала «Она такая классная» Кристиной Рейльян. Надеюсь, я правильно произнесла эту прекрасную фамилию. Девушка сказала в документальном фильме, что нельзя табуировать темы, которые неудобно обсуждать. И я уверена, что она такая классная. Это сериал, который в современной сериальной индустрии станет примером для остальных подобных произведений. Как говорить на такие темы и как вообще высказываться так, чтобы тебя поняли. Примечательно, кстати, что на этапе разработки сериала продюсер Киона Игорь Мишин привлекал нескольких специалистов-психологов, с которыми он разбирал сценарий. Причем об этом, кстати, не знали сценарист и режиссер. И Мишин подсказывал после разговора с этими психологами, какие детали сцены поведения героев могли бы быть нетипичными или ложными. Еще команду консультировала директор Краснодарского фона «Открытая среда» Анна Малова. У ее брата аутизм. И актер Олег Рязанцев, как раз который Григорий Андреевич сыграл, звезда пятой серии, он рассказал, что в театральном институте вообще не учат играть людей с особенностями. Это закрытая тема. Ее все так обходят бочком. Мне кажется, это некоторое упущение, потому что аутизм или вообще любые другие особенности — это не нечто такое, что нужно обходить стороной и считать маргинальным. Для корректной презентации этих людей и вообще корректной презентации кого бы ты ни было, кого ты играешь, нужно изучать. То, что у нас не делают вот так вот, это просто неправильно. Это не помогает развитию в том числе и театральной индустрии, потому что работа над такими образами, их воплощение на экране — это в первую очередь вызов, ради которого нужно просто изучить вопрос и не бояться его изучать. И я уверен, я не актер. Я не знаю, как люди учатся этому. Я никогда это не изучал, и мне нечего делать на экране. Но есть у меня ощущение, что абсолютно неудобно, стеснительно и зажато, когда ты подходишь к работе над образом условно человека с расстройством аутического спектра. Ты как будто бы сам для себя придаешь чуть больше вес этому, и из-за этого начинаешь нервничать, елозить и паниковать. И вот чтобы вот этих вот паник не было, это должны объяснять в тех местах, где людей учат не только быть актером, но и быть персонажем на экране на помосте. Это нужно рассказать. Вы никогда не научите актера сыграть человека с аутизмом. Никогда. Но вы сможете ему объяснить, что это, как это, чтобы он дальше сам потом, когда воплощает это на экране, свое знание и понимание дал на этот экран, дал зрителю. Не нужно учить изображать людей что-то. У нас в индустрии сейчас нужно объяснять людям, рассказывать, делиться с ними опытом, знанием, чем угодно. Хватит учить актеров. Давайте с актерами разговаривать и объяснять им. А всему остальному они научатся сами, перед камерой, за кулисами, на репетициях. Вот в чем главное, наверное, что нужно сейчас индустрии актерской в нашей стране. Я согласна. Мне вообще кажется, что любое развитие возможно только при просвещении. То есть рамки и запреты не работают на развитие, а это деградация. Поэтому, нужно говорить, нужно открываться. И только тогда, соответственно, будет какой-то прогресс. Я хотела бы еще немножечко поговорить про женские персонажи. Известно, что до съемок у Александра Домогарова-младшего умерла мама, и он отказывался от проекта. Но потом, в общем, он собрался и вернулся. И креативный продюсер Кристина Рильян как раз тоже в фильме рассказывала о съемках, что название, она такая классная, было абсолютно стихийно выбрано. Это просто такая яркая фраза из первой серии. Она такая классная, почти такая же, как мама. Мне кажется, что вообще сериал очень нежно, уважительно возводит женщину в некий культ. То есть все героини в сериале действительно такие классные, ну, за исключением омерзительной училки из первой серии, которая говорит, что этих дебилов надо запирать от общества. Ее как бы мы не берем в расчет. Но даже ключевой сюжетный поворот связан с женщиной. Леня хочет встретиться с Алексей Люкс. Причем не по зову своей эрекции, может, это тоже, но я уверена, что это не только поэтому. Леня рассказал, что когда-то они были вместе в санатории в детстве, и она рассказала ему про динозавров. И эта главная сюжетная линия завершается очень элегантно. Леня с друзьями не только исполнили ее мечту, выдрали ее из когтей от этого контрактного рабства, а Леня тоже рассказал ей про динозавров, сказал ей факт, которого она не знала, а затем поцеловал руку, как истинный рыцарь, джентльмен, и удалился, не навязываясь, не прося ничего взамен, не приставая. И она осталась для него мечтой, богиней, как муза для любого рыцаря. Мне очень нравится, что нет нарочитого какого-то выпячивания. То есть иногда женские персонажи слишком искусственно подчеркиваются. То есть меня тоже бесит, когда какие-то есть невероятные выпячивания, которые не очень понятно, для чего сделаны, почему нельзя делать все абсолютно органично, природно, равнозначно. То есть нет никакой там героини, которую спасает классный, харизматичный главный герой, а она просто там дополнение к нему. А герой и героиня, они вдвоем достаточно важны для сюжета. Она такая классная, на мой взгляд, достаточно все органично. Здесь женщин не спасают, это не какая-то рапунцель где-то наверху замка, которую надо спасти. Она себя спасет вполне самостоятельно. Просто здесь показаны добрые отношения, какое-то сочувствие. Вот ты хочешь помочь человеку, ты ему помогаешь. Не потому что она женщина и не может за себя постоять, а просто потому что ты можешь подложить свою помощь. Очень крутая героиня мамы Лёни. Она очень интересная. С одной стороны, она такая абсолютно яростная мать. Мне кажется, она могла бы доехать на спущенных колесах там на автомобиле. Она бы просто пешком бы дошла до Питера, к Лёне, чтобы его забрать, защитить своего ребенка. Финальная сцена будет еще грустнее, если знать, что в ней Лев и Евгений отравились том ямом, который съели накануне. Так что страдания в этой сцене вполне натурально сыграны. Может, как бы не будет для кого-то грустнее. Я лично не могу веселиться, когда вижу, как кто-то страдает. Не могу сказать вообще, что финал поразителен. Я, если честно, ожидала чего-то иного. Может быть, проблема в том, что я слишком многого ожидала. Но мне, например, хотелось понять, как сложилась судьба вот этой Саши и Алексы. Будет ли она поддерживать связь с Леней? Было бы мило, кстати, если бы в конце мы увидели не как Леня пишет Артему, а как Олекса пишет Лене. Еще сбивает с толку вот некоторая трагичность расставания. Ребята реально живут все рядом. Они будут видеться каждый день, нескоро увидятся после этого пути. Я думаю, это закончилось путешествие и трагичность в этом. Ну да, но как бы они могут потом еще отправиться в любое путешествие. Я понимаю, что для Лени комфортнее было бы вернуться домой с мамой, но как было бы здорово, если бы, скажем, мама просила его вернуться с ней, а он ей сказал, что хочет вернуться с парнями. Тогда арка этого персонажа, мне кажется, правильно бы закрылась. Этап взросления бы был пройден. Но так или иначе, закончилось-то все хорошо. И этот прекрасный сериал, который учит любви, дружбе, терпению, чуткости, доброте, продюсеры надеются продлить на второй сезон. И я вместе с ними. Не нужно продолжение хорошим историям. Сериальной индустрии нужны хорошие истории, а не продолжение хороших историй. Хорошая история имеет свойство начинаться и заканчиваться. И она всегда по итогу что-то дает. А если ее продолжать, то это додавать вот этого вот. И здесь оно не нужно. Я понимаю, что не хватило эмоций, остались какие-то открытые вопросы у тебя и у меня не остались, я не спорю. Чуть-чуть где-то не хватило и не дожали. Но если у нас в стране есть сценаристы-дебютанты, которые способны писать вот такие истории, есть актеры, как Рыдков и Зулькарнаев, способны эти истории так показывать. Есть вот этот вот яркий, прекрасный сеттинг живого города и городов, которые в том числе и показывают, как классно проехаться на машине от Яката до Москвы или до Питера. Этим историям не нужно продолжение. Этим историям нужно понимание, изучение, какой-то анализ внутри этой истории, чтобы потом стать чуть лучше. Но почему конкретно этой истории не нужно продолжение? Потому что она закончилась именно так, как должна была закончиться. У особенного парня появились друзья. Никому больше-то, по сути, ничего в жизни многим и не надо. Когда есть рядом друг, близкий человек, с которым можно что-то разделить, о чем-то поделиться, рассказать и быть с ним такой, какой ты есть. Не играть в эти красивые игрушки, в которые мы играем, когда ходим на всякие светские премьеры, когда приходим на записи всяких там подкастов или там различных шоу или даем комментарии каким-то СМИ. Быть самим собой. Вот таким. Леня нашел себе друзей не потому, что он какой-то особенный, а Леня нашел себе друзей, потому что он вот такой. Ему теперь есть кому написать WhatsApp. Здесь нечего больше продолжать. Мы пришли к прекрасной точке, и как у них дальше там, уже не наше дело. Но у зрителя есть знание, что там дальше, как минимум, ему будет лучше и легче. Тогда зачем дальше это трогать? Я просто хочу напомнить, что сезонное обострение вообще-то есть на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Spotify, CastBox, YouTube и прочих платформах. На всех этих платформах вы можете ставить нам лайки, подписываться там. Еще подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, он так и называется, сезонное обострение. Мы там тоже выкладываем иногда всякие интересные рекомендации, подборочки, кружочки. В общем, всякое интересное. Еще вступайте в чат при канале, но помните про правила чата. Никого не оскорблять, быть вежливыми зайками. На этом все. С вами был подкаст «Сезонное обострение» и его ведущий все еще Ремезов Артем. Я Лера Давыдова-Калашник. Не знаю, почему ты каждый раз говоришь все еще, как будто ты боишься, что когда-то перестанешь им быть по-кавкянски. Я не исключаю ничего в этом мире больше. И этот эпизод вместе с нами, как всегда, делали наш прекрасный продюсер, редактор и очень терпеливый человек Бетси Исакова и не менее терпеливый звукорежиссер Дим Пшеничный. Сайонара. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok